Я мзду не беру, меня за державу обидно. Павел Борисович Луспекаев, советский актер театра и кино с армянскими корнями. Главная актерская работа Павла Борисовича, роль таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни», предложенная ему режиссером Владимиром Мотылем летом 1968 года. За нее он получил государственную премию посмертно. Причем актер отверг идею режиссера с костылями для своего героя. Луспекаев настолько проникся ролью, что съемочная группа начала называть Верещагина Паша, хотя по сценарию его звали Александр. Окрыленный успехом картины, Луспекаев поехал на съемки картины «Вся королевская рать». Он отыграл треть материала, а 17 апреля 1970 года его жизнь оборвалась. Траурные хлопоты взял на себя Ленфильм, но Луспекаев умер накануне столетия со дня рождения Ленина, а тогда по всей стране было объявлено всенародное празднование и траур никак не вписывался в график торжественных мероприятий. Так что гражданской панихиды и прощания не было, похороны прошли скромно и незаметно. Тело Луспекаева перевезли в Ленинград и похоронили на Северном кладбище. О создании памятного надгробия и его установке позаботилась таможенная служба Северо-Запада, она полностью оплатила все расходы. Надгробие очень простое и лаконичное по форме и содержанию. Оно состоит из стелы с памятной благодарной надписью от сотрудников Северо-Западной таможни, с поклоном от таможенников Северо-Запада. К ней примыкает прямоугольная тумба, на которой установлен домик-ларец для лампадки и поминальных свечек, и две стелы. Одна – от родственников, друзей Всероссийского театрального общества, другая является мемориальной плитой с нанесенными на ней обязательными сведениями о покойном. Все захоронение обнесено фигурной оградкой, состоящей из бетонного основания, покрытого мраморными плитками белого цвета. Могила аккуратная, уход за ней осуществляют сотрудники таможни. Ваше благородие, госпожа.